Добрый день, уважаемые друзья! Сутки уже мои социальные сети разрываются, люди пишут, негодуют. В Москве прошел закрытый показ фильма с Иваном Ургантом. В главной роли премьера прошла чуть ли не закрытая обстановка. Режиссером картины во сне ты горько плакал, выступил Николай Солодников, муж инагента Катерины Гордеевой. Как пишут вот из СМИ, продюсером фильма выступил Александр Сокуров, который не раз отмечался в русофобском высказывании, да и сам Солодник вместе с женой инагентом живут в Прибалтике. В Латвии у них есть ВНЖ, но при этом режиссер спокойно снимает фильмы для российской аудитории. Продюсером фильма выступил Александр Сокуров, который не раз отмечался русофобскими высказываниями, тут пишут. Для того, чтобы Ургант вновь появился на больших экранах, картине Солодникова нужно получить прокатное удостоверение Минкульта. Без него фильм не смогут транслировать кинотеатры и online-платформы. Друзья, ну я до сих пор не понимаю, зачем и кому нужно возвращать вот этих вот всех людей, которые придали нашу страну в трудную минуту, которые не понимают и чего-то ждут в режиме какого-то ожидания, сидят на двух стульях и самое главное думают, что в нашей стране поменяется власть, я так понимаю. И они ждут, когда она поменяется. Ну, слава Богу, выборы прошли. Слава Богу, выбрали нашего президента Российской Федерации и в ближайшие пять лет можем быть спокойно. Что касается вот этих вот людей, я скажу так, для меня они все предатели, русофобы. Некоторые из них относятся к пятой колонии, назовем так. Те, кто их сюда обратно тянут, ну, я так понимаю, видимо, есть какие-то на них взгляды и перспективы. Ну, скажу так, что перспектив у этих людей ноль по одной причине, потому что люди, обыкновенные люди, не поймут. Так как и не понимают, и не поймут. И еще раз я всегда говорил и говорю, скажем в своем ролике, что мнение граждан Российской Федерации нужно учитывать. И вот буквально вчера я выложил пост, чтобы понять людей. Я читаю комментарии и, в принципе, ни одно комментарий в поддержку Урганта я еще не увидел и не услышал. Все пишут один негатив, и люди не хотят, чтобы этот человек возвращался сюда обратно. Я для себя понимаю прекрасно, что Ургант таких денег уже не заработает в других странах, как здесь, в России, до этого зарабатывал. Он прекрасно понимает, что сам себе вырыл яму, я имею в виду в финансовом плане, так как наша страна сделал из него Ивана Урганта. Наша страна дала ему узнаваемость, популярность и в нашей стране он зарабатывал миллионы, сотни миллионов рублей. Давайте говорить вещь своими именами, что это не просто миллионы, а сотни миллионов рублей эти люди зарабатывали. И, соответственно, с каждым днем Иван Ургант на фоне того, что происходит, на фоне того, что у него нет никакой позиции по отношению нашей страны, он эту позицию вслух не говорит, и, соответственно, люди не понимают, как так проходят вот такие вот мероприятия. И, в основном, кто эти мероприятия проводит? Николай Солодников, муж инагента Екатерины Гордеевой, который работал на Дожделе и работает, Александр Сокуров, который, по сути, русофоб. И эти люди устраивают здесь, у нас в стране, какие-то закрытые мероприятия с участием вот этих вот всех людей. Ну, что могу сказать, друзья? В связи с тем, что вы мне пишите на протяжении уже суток, Виталий, помогите, включитесь, сделайте что-нибудь. Я что сегодня сделал, друзья? Буквально вот сейчас вот наши юристы готовят обращение министра культуры, Ольги любимой, мы посмотрим ее реакцию, чтобы этот фильм не вышел в прокат. То есть мы просим, чтобы не выдавали прокатное удостоверение и чтобы вот этих вот русофобов сюда никаким случаем не допускали, потому что это будет большая ошибка. Если вдруг Минкульт выдаст прокатное удостоверение, то это будет еще раз плевок в лицо нашим гражданам, плевок нашему обществу и, соответственно, мы будем понимать, что представители, назовем так, пятой колонны могут оказывать какое-то влияние даже на Минкульт. Не хотелось бы так думать и не хотелось бы в это все верить и не хотелось бы, чтобы этот фильм действительно выходил в прокат. Соответственно, мы обратились, мы готовим сейчас обращение, оно буквально у меня появится в телеграм-канале через пару часов. Ссылочка здесь, заходите сюда, подписывайтесь, потому что можно все описать грамотно, юридическим языком. Вот наши коллеги сейчас этим занимаются и готовят. Соответственно, в телеграме я все выложу, вы все почитаете, увидите и для журналистов они там могут информацию потом получить. В общем, мы считаем, что хватит, надо заканчивать с этими людьми. Раз так уже получилось, что они не хотят признавать свои ошибки, они действительно их совершили, они просто могли бы хотя бы, вот Ургантов мог спокойно хотя бы выйти извиниться перед страной, перед гражданами нашей страны, принести какое-то извинение. Все ошибаются, безусловно, как бы, ну, нет такого человека, который в жизни бы не ошибся. Все ошибаются, но здесь, видно, вся эта история идет такая целенаправленно, он, я так понимаю, этого делать не будет и целенаправленно, вот такими вот фильмами они показывают всей стране, что они идут в разрез нашему государству. А почему в разрез? Потому что, ну, я еще раз говорю, кто организовал этот показ, срежиссировал этот фильм. Эти люди все русофобы и некоторые из них призваны в России иностранными агентами. Поэтому, друзья, все, что от нас требуется, мы, соответственно, сделаем. Вы можете по этому поводу написать свои комментарии, они для нас очень важны, развернуты в виде. И заходите в комментируемый канал, ссылочка там. И мое обращение будет буквально через пару часов там. И напишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете.